Здравствуйте уважаемые друзья. Похоже что многие уже смирились с тем, что поехавших на Олимпиаду российских спортсменов не остановить в их стремлении посетить столицу Франции Париж. Еще более удивителен тот факт, что многие высшие спортивные чиновники страны утверждают, что выступление этих спортсменов без гимна и флага поднимет престиж нашей Родины до небывалых высот, а выступление поехавших планируют как и в прошлые годы транслировать по главным каналам страны. Об этом и не только в нашем сегодняшнем обзоре. Ну а чтобы больше людей узнало об этом и мы в свою очередь также смогли повлиять на ситуацию, ставь лайк, оставляй комментарий и подписывайся на канал. Одно дело желание поехавших участвовать в Олимпиаде и совсем другое дело ежедневно лицезреть унижение наших спортсменов на экранах телевизоров. Международный Олимпийский комитет МОК сообщил, что компания Телеспорт сохраняет права на показ Олимпийских игр на территории Российской Федерации. И это при том что ранее, Россия не вошла в список вещателей Олимпийских игр на период с 2026 по 2032 год. Но Олимпиада в Париже не входит в список запрета на показ, поэтому будет транслироваться в полном объеме. У МОК с 2019 года есть действующее соглашение с акционерным обществом Телеспорт. В том числе на трансляцию Олимпийских игр в Париже в 2024 году сообщили в Международном Олимпийском комитете. В апреле издание «Коммерсант» также сообщило, что генеральный директор телеспорта, украинец Петр Макаренко обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Он отправлен под домашний арест до 4 мая. В свою очередь Вячеслав Фетисов оценил высказывание Эммануэля Макрона про российских спортсменов. У них там много чего звучит. Мэр Парижа говорит русским, мы вас не ждем здесь. Это что за хрень такая? Президент Макрон говорит о перемирии. Какое перемирие? А кто у нас поедет туда? Десять человек, которых лишили права отбора. О каком перемирии можно сейчас разговаривать? Перемирие надо было начинать с того, чтобы допускать наших и белорусских спортсменов на Олимпиаду. Вот тогда было бы понятно, что это перемирие. Спорт должен нести свои функции, строить мосты, соответствовать истории, традициям и принципам, которые были заложены сто лет назад. А сейчас мы слышим от них глупые высказывания. Люди, которые наделены властными полномочиями, рассказывают хрень, сказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов. Известная российская гимнастка Анжелика Стубайло, высказалась об участии российских спортсменов в Олимпийских играх. «В 2019 году мне повезло выступать на чемпионате мира в Баку, где мы завоевали золотые медали. Стояли на пьедестале под флагом России, играл гимн нашей страны. Мы пели гимн и плакали, эти чувства ни с чем не сравнимы. Все профессиональные спортсмены, которые стояли на пьедестале и пели гимн России, думаю, понимают, о чем я говорю. Решение Ирины Александровны не выступать без государственной символики, флага, гимна и всех сопутствующих атрибутов, абсолютно верное. Ирина Александровна, невероятно мудрая женщина, я всегда поддерживаю ее решение. Я согласна с ней в этом вопросе, сказала двукратная чемпионка мира Стубайло. Неужели поехавшие на Олимпиаду всерьез мечтают о золотой медали или их волнует исключительно финансовый вопрос данного мероприятия? Удивительно, но и тут поехавшим пошли навстречу и дают еще один шанс отказаться от участия в Олимпийских играх. Главы различных спортивных федераций заявили об увеличении призовых и денежных вознаграждений за выступления внутри страны. Теперь результаты спортсменов внутри России будут сравниваться с результатами, показанными на Олимпийских играх в Париже. Вторая ступень финала Кубков России. В этом году мы приняли ряд решений о повышении призового фонда. Показанные результаты будут сравниваться с результатами победителей, призеров и финалистов Олимпийских игр в Париже. Это прибавит значимости, будет не просто стремление выиграть Кубок России, но и показать результат уровня Олимпийских игр. Как вы считаете, друзья, передумает ли часть поехавших на Олимпиаду от поездки, после увеличения призовых внутри страны, поделитесь вашими мнениями в комментариях.